Не всегда то, что мы видим на поверхности, определяет суть того, что происходит. Международный бизнес — это совершенно другой спорт. Было тревожно ложиться спать. Яндекс, да, сейчас умер, был рынок под вас. Все мои отношения в жизни, они долгосрочные. Я по первому образованию учитель истории. Если у тебя нет представления о будущем, ты лишаешь себя настоящего. На первый взгляд, это конкуренция, куда вы идете. А на второй взгляд, больше профитов от конкурентов, чем минусов. Первое завещание написал в 28 лет. Когда ты последний раз дрался на улице? Боксировал я со следователем сельского комитета. У нас сегодня на подкасте Александр Родионов, предприниматель. Человек, который в своей компании привлек инвестиции более чем на миллиард рублей. Также он делал кэш-аутов. То есть это продажи доли компаний. Более чем на 300 миллионов только в одну свою компанию бронебоят. Его основной флагман — это компания доставок еды, которая является топ-5 по России и СНГ наряду с Яндексом Delivery Club. Кто живет в южных регионах? Отпишитесь в комментариях. Часто ли вы видите на улицах этих человечков оранжевых, которые доставляют еду? И также он еще боксер, человек, который 5 лет работал адвокатом. Отец трех детей, четвертый на подходе. То есть человек преуспел в разных сферах. И мы уже закончили писать этот подкаст. Там темы не только про предпринимательство, инвестиции. Там тоже про это много. Поэтому смотрите. Было суперценно. Но и в целом промышление про результаты, про то, как конкуренцию с такими титанами выигрывать. То есть это было суперценно. Также в конце договорились с Александром спонтанно на конкурс. Особенно для предпринимателей будет очень кайфово поучаствовать. Поэтому приятного просмотра. Я когда готовился к подкасту, нашел такой тезис, что ты эксперт Форбс. Вот можешь эту тему раскрыть, что это значит? Привет. Привет. Давай про Форбс отдельно поговорим. У меня по этому поводу было определение мое личное. Это жизнь после Форбс. Когда на меня вышел Форбс, благодаря нашим талантливым пиарщикам, с которыми мы работали, надо сказать, что когда про тебя пишет Форбс, это еще то удовольствие. Потому что я, слава богу, имел опыт более пяти лет работы адвокатом, но ощущал себя после интервью Форбс нескольких, как будто был на допросе у следователя. Потому что Форбс реально профессиональные ребята. И я давал достаточно интервью разным СМИ. И вот это было самое трудное интервью, потому что они проверяли все вплоть до... То есть все, что я говорил под запись, они потом прозванивали даже до моих партнеров, с которыми я делал какой-то бизнес там 10-15 лет назад. Вот. Это удивительно. Но после того, когда вышла статья Форбс, где они все проверили, все цифры, все сделали, произошло удивительное событие. Первое, меня стали поздравлять все. Второе, я сам родом из маленького города, под Краснодаром, не очень много населения там. И в местном чате этого города вышла статья, что житель их города, уроженец теперь в журнале Форбс. То есть большинство людей, как выяснилось, стали это ассоциировать, как будто я уже в топе Форбса. И не просто обо мне статья вышла, а все, как бы Александр Родионов теперь Форбс. Вот. Это был интересный опыт. Галицкий, Абрамович. Вот примерно, да, 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 да. Но при этом, как бы, и просто Форбс написал. Это первый был мой опыт соприкосновения, как бы, вот с этим ресурсом. Скорее всего, в первую очередь, благодаря, все-таки, наверное, труду, там, команды пиара внутри компании, мы достаточно наводили дружеские, хорошие отношения, в том числе и с Форбс. Вот. И Форбс стал приглашать, часто комментировать материалы по теме футтех, инвестиций, вот. Ну и вообще, в принципе, деливери, логистика. Я достаточно много и в РБК комментировал. Вот. Ну и в таким моментом я с удовольствием для себя обнаружил, что Форбс у меня помечает, что эксперт Александр Родионов. Вот. Поэтому у меня был период, я побывал в Форбсе, насладился этой штукой. То есть, может, теперь в рейтинг не идти, потому что меня реально поздравляли все, говорит, мы в тебя верили всегда, мы знали. Я говорю, а что вы там прочитали? Не, ну мы еще не читали, но мы видели, что Форбс. И, что удивительно, кстати, за Форбсом перепечатывали вообще в СМИ вообще все от региональных. То есть, вот, как бы, они такие прародители, вот. И было очень приятно. Так что. Ну, за них уже вся работа сделана. Конечно. Это меня, кстати, сейчас удивило. Я не знал, что Форбс настолько дотошно работает. То есть, я понимал, что, наверное, это не желтушная гассета, которая что угодно там выложит, но прям, что настолько прозвон 10-15 лет. Да, я был удивлен, потому что реально мне стали писать звонить партнеры по разным бизнесам, просто о которых я упоминал в интервью. И по Спарку они проверяли, какие ложки были, там, кто кого, проверяли связь. И были, ну, ребята, кто мне писал, звонили, слушай, мне сейчас вот Форбса звонили, типа, про тебя спрашивали, там, чего, как. Типа, вот, это было прикольно. Когда у тебя запрашивали комментарии, как у эксперта, это вообще какие области были, по каким вопросам к тебе обращались? Первое, конечно, это инвестиции, особенно в стартапы, да, потому что мы, на самом деле, особенно учитывая наш рынок, такой багровый океан, сделали очень крутые результаты по привлечению, да, инвестиций внутрь компании. Вот, это первое. Второе, это футтех, конечно, все, что связано с едой, автоматизацией, e-ком. Потом, далее пошел потом этап логистики, потому что мы сильно с этим преуспели, стали вот резидентами Сколково, даже после 22-го года приобрели технологии канадского стартапа по участию искусственного интеллекта в логистике, вот. Давай на всякий случай, возможно, не все знают, футтех и e-ком простыми словами. Футтех и e-ком простыми словами, это жопа. Я в плане того, что это достаточно сложные бизнесы, особенно для небольших компаний, потому что e-ком, ну, это электронная коммерция, это Вейлберис, Озон, Алибаба, это все e-ком, да, Сбермаркет, Delivery Club, Яндекс, Бронебой. Вот, а футтех это все, что, это из двух слов, фут, еда и тех, это как бы технологичная еда. В нашем случае это возможность заказать в два клика через приложение, как бы, ну, и плюс там внутри, внутренний процесс нашей компании, они как бы обеспечивают тебе хорошую логистику, доставку и все остальное. И вот, как бы, это такой рынок, футтех, достаточно еще не сильно большое проникновение вообще в рынок еды, именно теха. Ну, мы, на самом деле, одни из лидеров вообще в мире по темпам развития в футтехе и даже, мне кажется, уже сейчас и в e-коме, вот. Понял. Цитата. Вот тут даже вопрос не про конкуренцию среди бизнесов, а про конкуренцию среди людей, когда ты там хочешь все завоевать, но ты просто, понимаешь, с кем-то соревнуешься, туда не идешь. Ну, это просто вот стандартная ситуация у многих людей в жизни, не говоря, опять же, про бизнес. А ты в это пошел? Вопрос, что должно быть в голове, чтобы идти настолько против ветра? Да, я еще есть наите, что всякие инвестора, консультанты теперь тоже говорили, что, Саша, ну, ты оцифровываешь, куда ты идешь? Вот расскажи, как ты принял решение идти в такую жесткую конкуренцию? Хороший вопрос. И не всегда то, что мы видим на поверхности, вот, ну, определяет суть того, что происходит. О, заговорил как китайский мудрец. Вот. Нет, случайно вышел. Смотри, конкуренция бывает двух видов. Ну, для меня. И это на примере бронебоя. Ну, один вид, как мы понимаем, это багровый океан, все читали эти книги, все понимают, о чем речь. А другой вид конкуренции, это когда, я бы это назвал, знаешь, как полюби своего конкурента. Вот. Это хороший подход. Объясню, почему. Не только потому, что это противоположная часть обесценки, то, чего мы все очень легко умеем, а именно, как бы, уважение, да, к своим конкурентам. Когда мы заходили на рынок фудтех, где нам предстояло оцифровизовать еду, то я делал одно такое упражнение, которое рекомендую многим предпринимателям, которые начинают. Вот. И даже которые не начинают, которые достаточно масштабные. Это посвящать определенное количество часов в неделю, в месяц, неважно, изучать зарубежные рынки, более развитые или неразвитые. И на всех этих рынках, особенно в новых сферах, прослеживаются одни и те же тенденции. Так вот, достаточно быстро при выходе на рынок Яндекс.Еды, это суперсильный конкурент, очень крутые ребята, то есть, ну, мы все знаем, что они делают за продукты. Мы обнаружили, что новые города и новых партнеров там подключать стало легче. Людям стало легче объяснять, что нам делать с приложением. Потому что, когда мы начинали в 2017 году, достаточно большая привычка была у людей, укоренившаяся, это звонить по телефону, заказывать еду. И было трудно объяснить людям, зачем им скачивать приложение, не у всех, что-то, а смартфоны были. Вот. И на этом нужны были большие ресурсы. Это называется формирование рынка. Яндекс.Еда вообще сформировал рынок под вас, чтобы... Это первый, это первый тезис. Второй тезис, почему, отвечайте, почему заголовок хвост кометы, да, потому что на самом деле для нас Яндекс.Еда и Деливери выступили таким зонтиком. Во-первых, они больше таких, как сказать, отчаянных ребят, кто готов был заходить на этот рынок, не было. Ну, то есть, вы такие, блин, ну, там самые частые возражения инвесторов и партнеров-то было, ребят, да вы что, против кого инвестировать? Там, вы ищите миллиард инвестиций, а Яндекс.Еда в прошлом году там 6 миллиардов на маркетинг потратил. Это не считая Деливери Клаб. Ну, куда инвестировать? Это холдинги там и все. То есть, поэтому на рынок не было желающих особо туда заходить. Это первое. Второе. Сформировали рынок и привычку. Почему хвост кометы? Рынок не может существовать в вакууме. То есть, объясню почему. Потому что всегда должна быть альтернатива недовольным клиентам. Ну, то есть, условно, если тебе в Яндексе везли 3 часа еду, у тебя должна быть альтернатива, куда ты можешь перейти. И часто многие большие компании, там, Starbucks, ну, смотрите, Яндекс.Еда, которая поглотила Деливери Клаб, но Деливери Клаб существует. Многие пользователи не понимают, что это принадлежит одному и тому же собственнику. Вот. И людям нужна альтернатива. Куда бы ты мог пойти? Таким образом, мы поняли достаточно быстро, что темпы развития Яндекс.Еды и Деливери Клаб, между собой конкуренция, а еще выход туда Сбербанка, стал во время формирования рынка очень много носить в себе деструктива. Это когда они не успевали за темпами роста, много было недовольных клиентов. Куда этим недовольным клиентам переходить? Конечно, независимый классный сервис и все остальное. Они не успевали достаточно масштабироваться, потому что они везде, а вы, так сказать, появились на каком-то ограниченном рынке и там смогли сделать качественный продукт. Конечно, да. Я бы даже так сказал. Каждая компания в период бурного роста переживает такой феномен, как кризис роста. Это в первую очередь сказывается на клиентах, где ты не можешь выдерживать нужное качество сервиса. Так вот, в этом случае мы, знаешь, может такую аналогию провести. Ты знаешь, есть белые акулы, да, такие совершенные убийцы в океане, а у них есть рыба прилипала. Ну, которая как бы вот, ну, есть акула, как бы она живет там. Вот мы вот реально бы собирали такую вот две кометы шоу на рынке, да, и вот хвост кометы, как бы это, в принципе, был наш рынок, и он достаточно большой. Поэтому это не конкуренция такого вот, ну, на первый взгляд, это конкуренция, да, куда вы идете, а на второй взгляд больше профитов от конкурентов, чем минусов. Слушай, вот, ну, на уровне логики, я так понял, ты себе это в какой-то момент все-таки объяснил, почему это рационально делать такую бизнес-модель. А с точки зрения головы, вот как не бояться такой конкуренции? То есть, мне кажется, это было иногда тревожно ложиться спать или нет? Конечно. Было тревожно ложиться спать. Точка. Вот. Следующий вопрос. Да, это первое. Слушай, я бы выделил, наверное, на сегодняшний момент несколько пунктов, которые позволяли двигаться вперед, да. И сюда я сейчас поставлю не на первое место даже мое спортивное прошлое, которое как бы вроде надо идти до конца, соревновательная вот эта атмосфера. Есть какая-то вот на эти, что есть связь между боксером и... Вот я бы сейчас пока эту часть бы оставил, а перешел бы в более такой прикладной вот части. И это повышение насмотренности. Что я делал? Я на самом деле вдохновлялся историями и успехами за пределами РФ другими компаниями. Во-первых, мы знали наперечет всех игроков рынка в Европе и в Америке. Мы следили за их успехами. Более того, мы старались со всеми познакомиться. Я был на экскурсиях в Глоу в Испании, я знаю основателя Волта, я был вовсе в Фудпанды. Я даже работал курьером в Деливеру в свое время, да, что мы хотели там сумки такие делать и все остальное. И вот этот успех ребят, которые привлекали баснословные деньги на сопоставимых рынках, как у нас, это еще было до 2022 года, даже, наверное, в 2017 году, еще даже 2014 год не сильно сказывался, были иностранные инвестиции, планы по выходу на IPO, экзиты большие. Они позволяли нам понимать, что есть пространство для маневра, скажем так. И вот эта насмотренность, вот это понимание, что рынок достаточно большой и растет большими темпами, он вселяет уверенность. Это когда ты, извиняюсь, но к боксу вернусь, тогда готовясь к бою и понимаешь, тебе легче готовиться, к примеру, что когда у соперника есть проигрыши в карьере. И ты такой думаешь, ну, значит, у кого-то это уже получалось. И вот когда ты смотришь, что есть молодые ребята, которые делают экзиты в компании по оценке 88 миллиардов Волт, да, в 2023 году они, основатели, сделали экзит по оценке 8 ярдов долларов. А не было ощущения, что ты против Яндекса и уходишь как против Хабиба, у которого не было проигрышей? Нет, было ощущение, что я просто в одном зале тренируюсь с Хабибом, вот, и повышаю свою насмотренность, потому что Яндекс много фич придумывал классных, много чего пробовал, и нам во многих вещах действительно было полезно за ними наблюдать 100%, вот, а им за нами. То есть, вот, были случаи, когда мы ходили в Яндекс, Яндекс к нам как бы приценивался, то есть, вот, я там разбалтывал кучу внутренней секретной информации, были такие времена тоже, было прикольно. А почему вас как Delivery Яндекс не поглотил? Размеры. Размеры. Был оффер? Нет, оффера не было, были встречи, были переговоры, много контактов, и до сих пор мы со многими там как бы ребятами из индустрии, там, не конкретно с Яндексом, со Сбером, там, с другими большими стратегическими компаниями поддерживаем отношения. А конкретно от Яндекса конкретного прям оффера не было, вот, были попытки, но смотри, почему в том числе нужно расти темпами, опережающими рынок и занимать какую-то значимую долю рынка, потому что есть моменты, когда ты просто стратегически не можешь попасть на радары к стратегу, чтобы тебе какой-то оффер делать. То есть, условно, они потратят больше ресурсов, проводя дюди у твоей компании, изучая юридические риски, вообще, а что там за команда, чем просто как бы создать это с нуля. Да. Проблемы гигантов. Именно. Окей. Я, когда готовился к этому подкасту, еще нашел тезис, вот, хочу его раскрыть, про то, что есть ребята, которые начинают бизнес как ларочничество, ну, там, что-то открыть, там, может быть, будет несколько точек, знаешь, там, открыть кофейню. А есть ребята, которые начинают делать бизнес в формате «я начинаю империю», то есть я делаю все так, чтобы потом это было что-то большое, значительное, классное. И вот ты как раз-таки про формирование второй стратегии. Вот можешь рассказать, что вообще отличие фундаментальное между первыми и вторыми? Глобально я бы, наверное, выделил на первое место это мышление предпринимателя. То есть почему это важно? Потому что то, как мы мыслим, по итогу определяет то, как мы действуем. То есть мы вначале принимаем решения на основании своего мышления, а потом из этого решения в большинстве случаев происходят какие-то действия. Вот. И вот этот взгляд, взгляд стратега, Helicopter View, скажем так, на бизнес, на любой стадии его развития, я сегодня придерживаюсь мнения, что это, в принципе, залог вообще успеха предпринимателя. Объясню, почему. Потому что если мы все вспомним основную цель вообще, зачем люди идут в предпринимательство, да, это чтобы получить, ну, в большинстве случаев, да, в основном, получить значимый финансовый результат. Тире свобода, тире там что-то еще потом у каждого свое. Но все так или иначе, так или иначе предприниматели идут за прибыль, да. Вот. Я считаю, что предприниматель по-настоящему богатым становится только в момент продажи своей компании или доли компании. Неважно, это IPO, продажи стратегу, ну, либо конкуренту, неважно. Вот. Чем позже, наверное, тем лучше для быстро растущей компании, тем дороже будет выход. И смотреть изначально с этого угла на свою компанию, на самом деле, что происходит. Половина решений, которые вы уже приняли сегодня, скорее всего, вы отмените. Потому что, если вы смотрите с основной метрики на свою компанию на любом уровне, к примеру, и задаете себе один простой вопрос. А что, какое мое действие, какое мое решение сейчас влияет на стоимость моей компании? Вообще, у кого-то из предпринимателей, наверное, мне кажется, из 90 процентов, есть ли такая метрика в компании, как стоимость этой компании? Чаще я сталкиваюсь, что нет. И вот, когда эта метрика появляется, половина решений, на самом деле, отменяется. Или принимаются другие. Я могу привести пример на бронебое. Когда у нас всегда была эта метрика. Стоимость компании. Мы всегда играли в эту игру. И для основателя, вот основатель, мне кажется, основная его задача, это нанять побыстрее себя на эту роль, назначить. А кто за этой метрикой будет следить? Естественно, об этом надо... Кто за нее ответственный, да? Естественно, на эту метрику нужно ориентировать команду. Естественно, эта метрика должна быть прозрачная. Естественно, команда, принимая решения, должна эту метрику понимать и отталкиваться от нее. И вот на примере бронебоя. Когда у нас стояла задача масштабироваться и растить стоимость компании. Да, у нас на борту уже были инвесторы. У команды на стратсессии, я прям это наблюдал, было прикольно, была задача, какой следующий город открыть. И был выбор, открыть либо страну, либо город. И команда билась за, давайте откроем Санкт-Петербург. Там классное количество ресторанов и все остальное. А на другой стороне я проталкиваю идею, давайте открывать международку. Вот мы открылись в Узбекистане, в Ташкенте. Вот, и пока команда не поняла, что открытие даже просто офиса в Ташкенте, где вот наша компания международная, добавляет нам дополнительный СНГшный рынок, потому что местная валюта, местная команда и все остальное. А это плюс два мультипликатора к стоимости компании. Только тогда они поняли, что, блин, слушай, от Питер смысла открывать нет. Тоже, давай, такие сложные слова буду на всякий случай пояснять. Плюс два мультипликатора. А, согласен. Есть понимание мультипликатора, есть и просто. Простыми словами, это как таблица умножения. Это когда, к примеру, стоимость компании оценивается, мультипликатор основывается на бетчмарках. Это то, что принято в рынке, какие сделки уже были зафиксированы. И, к примеру, в случае формирования оценки для бронебоя, бронебой оценивался по выручке за год, умноженную, к примеру, на количество лет. Вот это вот количество лет, это и есть мультипликатор. На два, на три, на четыре, на пять. И эти мультипликаторы, они часто формируются в таком венчурном рынке, и даже не венчурном, из разных составляющих. Там доля рынка, скорость роста, какая команда, международная или не международная компания. А есть ли там возможность, а вообще на каком рынке формируются. И вот просто открытие офиса в Ташкенте, подключение туда 50-100 партнеров-ресторанов, дало возможность, во-первых, увеличивать рынок нашего присутствия. То есть мы добавили тут же там Узбекистан, Таджикистан, там весь СНГ-шный рынок. Соответственно, рынок у нас стал больше, темпы роста наши остались прежние, как бы России нам есть все. Наша оценка увеличилась. Вы уже не федеральная российская сеть, а международная. Вот вопрос, два простыми прямо на математике. На глазок. Вот если компания оценивалась в 100 миллионов рублей, но она открылась в Ташкенте с минимальными вот этими усилиями, что просто она, так сказать, поставила вот эту галочку, мы международная, подключила там 50, плюс офис. На глазок вообще, на сколько может из этого вырасти оценка? От 1 до 10 может вырасти. От 200 миллионов до миллиардов на мышцах компаний. Ну, то есть это прям серьезно влияет? Это серьезно, конечно. Ну, если минимум X2, уже я понял. Минимум X2, это вообще, это минимум. А, то есть она уже подтвердила гипотезу, что она может быть международная, соответственно, рынок больше должен. Конечно, она увеличила рынок. То есть на примере бронебоя, на тот момент рынок доставки еды только из ресторанов был примерно около 500 миллиардов рублей в год, вот, а СНГшник был еще где-то 350-400. То есть, соответственно, когда ты в России, ты оперируешь на этом рынке, и тут есть Яндекс, Деливери, все остальные, и тебе нужно будет в определенный момент с ними бороться. А потом ты добавляешь себе еще 300-400 столько же. У тебя рынок в два раза больше становится. Соответственно, возможности твои вырасти, если у тебя есть темпы роста, в два раза больше. И вообще вот это мышление рынками, я бы сказал, это суперважный навык для предпринимателя, чем раньше, тем лучше. Определить, а на каком рынке вы оперируете, какого он размера, с какими темпами он растет. Это важно. Во-первых, это может повлиять на стоимость компании. А второе, часто предприниматели, особенно у которых в оценке фигурирует и очень важный показатель, как темпы роста, думают, что они растут. Объясню почему. Потому что когда твой рынок, к примеру, растет X2 в год, а ты растешь X1,5, на самом деле ты падаешь. Когда твой рынок и растет X2, а если ты хочешь быть растущей компанией, ты должен расти X3. Это называется опережающими темпами рынок. Потому что даже если ты растешь, вот как только ты растешь меньше рынка, на самом деле ты падаешь. Хорошая мысль, кстати. Я потому что сталкивался с таким тоже. Я сейчас не вспомню их матику, но где-то у меня были познакомы такие кейсы, что люди гордятся условно там ростом на десятки процентов, а потом копаешь, а на самом деле просто индустрия выросла X2. Конечно. Это очень важный навык. И чем раньше он возникнет, тем лучше. Да, люди, большинство институциональных инвесторов, финансистов получили образование MBA, Гарвард, что-то. Они начинают мыслить стратегически именно такими категориями. Но это на любом этапе занятия бизнесом, вообще предпринимательства, это суперважный навык. И вот эту штуку привить, мне кажется, это один из основных таких вызовов вообще, на самом деле, для любого предпринимателя, себе эту штуку привить. То есть мышление рынками и принимать решения через призму стоимости твоей компании и рынка, на котором ты это веришь. У тебя большая насмотренность и по привлечению инвестиций, и по продаже. Вот при прочих равных есть там две доставки суши. Они плюс-минус одинаковые, могут заниматься какой-то имитацией бурной деятельности, могут делать ключевые действия, например, открыться в Узбекистане, поставить галочку «Как международка?» Х2 в оценке. Хотя по факту это как новый город в России открыть. Ну, плюс-минус. Вот есть еще какие-то прям такие ключевые решения, которые легко могут какую-то сеть или бизнес, при простом этом действии, намного больше будет выхлопа в плане оценки. Да, давайте приведу пример, что такое мышление рынками. Это, кстати, классный пример, вообще супер. На примере бронебоя. Давай так. Мне нужны топ-3 рычага для увеличения стоимости компании. Вот смотри, бронебой запускался как сервис по доставке еды из ресторанов. И рынок еды из ресторанов, там вот 500 миллиардов на 2018 год или 2019. Что мы сделали, чтобы увеличить вообще стоимость компании? Мы первые, кстати, в России, кто в сервис доставки еды из ресторанов добавил доставку продуктов из супермаркетов. Именно совместил. Мы первые, кто стал доставлять магнит. Ну, это мы в одном из регионов. Мы сделали с ними интеграцию. У нас там в час 12 СКЮ обновлялось и добавлялось. Что мы сделали? Смотри, все очень просто. Рынок доставки еды из ресторанов 500 миллиардов, а рынок доставки продуктов триллион. До этого ты фигурировал только на рынке доставки еды, а теперь ты стал на полтора триллионном рынке фигурировать, потому что доставка продуктов. При этом задачи и процессы плюс-минус подинаковые. Вообще. Да. Очень синергия. Это первое. Потом мы заметили, что мы стали экспертами сами себе в логистике. Мы добавили к себе еще рынок логистики. И у нас есть продукт, как мы обеспечиваем наймом курьером, большие компании. Ну, мы их хантим, собеседуем и сдаем в аренду. Вот. Поэтому вот этот лайфхак, а на каком рынке вы все-таки оперируете, какую вы задачу решаете, он может кратно увеличить стоимость вашей компании. Я, наверное, приведу и процитирую владельца, основателя компании «Оскона», вот Седова, в недавнем интервью он давал, и он прикольную штуку такую сказал, которая у меня сильно запомнилась, и я понимаю, о чем он говорит. Это вот еще раз закрепить материал по бронебою. Он говорит, что когда, я могу тут непрямая речь, то есть когда они делали матрасы для сна, они были на рынке как бы матрасов. Потом они поняли, что на самом деле сон влияет на здоровье, а здоровье влияет на долголетие. Когда они переформатировали просто у себя стратегическую цель и вышли на рынок, как продлить жизнь. Представляешь, насколько их рынок увеличился? Они перестали быть компанией, которая занимается матрасами. Вот бронебой в этот момент совершил такой же переход, просто как бы ты оцениваешь рынок. Или ты открываешь кофейню, Starbucks, ты открываешь кофейню и смотришь на это как кофейня. А если ты начнешь смотреть стратегически, то ты поймешь, что тебе нужно, к примеру, тысячу кофейн, и тогда ты можешь купить плантации в Бразилии и экспортировать кофе и на этом зарабатывать. Это совершенно другой уровень игры. Это совершенно другой спорт. Когда-то я проходил, мы с кофаундером бронебоя Ваней Труфановым проходили менторскую программу у Андрея Лукашевича. Это на тот момент был руководитель M&A подразделения Mail Group, который как раз для Mail Group покупал Delivery Club. И мы с удивлением для себя открыли, мы не могли понять. То есть Delivery Club был убыточный всегда. То есть много промокодов, какие-то миллиарды сливались просто в мусорку. И мы как с этим конкурировать, мы не понимали, что происходит. Типа, когда там всех разгонят. И какое было тогда наше удивление о том, что мы очень быстро поняли о том, что, смотри, Mail Group на тот момент торговался на Нью-Йоркской фондовой бирже. Мультипликаторы к оценке их акций, в том числе, был их оборот, GMV. Ну, товарооборот, который через них проходил. И растущий оборот, который отвечал их стратегии, очень сильно влиял на стоимость их акций в Нью-Йорке. Что они делали, сливая большие бюджеты на маркетинг? Они увеличили свой оборот. То есть люди брали промокод, на этот промокод покупали, делали заказ. И оборот Mail Group рост кратно на миллиард. И это был убыток. И они фиксировали убытки 3 миллиарда, 5-6. Но при этом их акции, которые мультиплицировались от оборота, там дорожали на 10 центов, на 20, на 30. И там они зарабатывали там 100 миллиардов. Это не спекуляция? Нет. Это совершенно... Смотри, есть два взгляда на одни и те же процессы. Есть команда операционной процессы, которая делает бизнес-процесс, создает бизнес и все остальное. А есть люди, которых вот эта вся штука, когда они удостоверились, что это все работает и не воздух, они следят за другими маркерами. Вот тут другой бизнес происходит, который находится на самом деле за пределами у любого предпринимателя, пока он не перейдет в эту историю, пока он не начнет привлекать инвестиции, пока он не начнет мыслить как стратег. И чем раньше он начнет так мыслить, тем быстрее он получит большое количество денег, соответственно, свободу и достигнет своих целей по стратегии, но при этом условии, если его личная стратегия совпадает со стратегией его бизнеса. Понял. И давай еще вдогонку смотри. У нас первое, это, например, банальное расширение рынков выходом на международное. Второе, это вот история про... Выход на смежные рынки. Смежные, да, это выход на смежные. И третье, давай что-нибудь менее глобальное, не знаю, может, сходу вспомнишь кейсы, когда, насколько я знал, допустим, до-до, когда они ввели вот эту, или не сразу с нее начинали, так сказать, интернет-интеграцию, что все абсолютно прозрачно, это тоже сильно повышает капитализацию, потому что как бы абсолютно все видно, все прозрачно. Может быть, такой спрактик вспомнишь. Первое, это команда, особенно в растущих компаниях. Раскрой. Ну, смотри, когда ты привлекаешь инвестиции на развитие, не себе в карман, на развитие, а в компанию, то инвесторы и будущие твои компании, на самом деле, они передают это все руки команде, которая должна быть эффективна, не выгорать и так далее, и тому подобное. Так вот, уровень твоей команды на каком-то этапе звездность влияет, на каком-то этапе результаты, которые они достигли. И самое главное, независимость тебя, присутствие тебя от результатов компании, часто поднимает оценку компании. Если не понимаешь, что без Александра Родионова бизнес работать не будет, там будет сильно меньше оценка. Конечно. Если не понимаешь, что ты условно отъезжаешь на Бали или еще куда-то. Все работает, да. Потому что, ну, Александр же может поймать дзен, заболеть, что-то еще, или там планы изменились. И это тоже как способ, вот многие это упускают, многие это упускают из виду, что команда, это на самом деле, ну, классный вообще увеличитель оценки. И четвертый, допустим, такой, что быстро пришло в голову, это инвесторы. Если у тебя на борту уже есть инвесторы, которые, как сказать, в этом специалисты, достаточно крупные, большие, у которых есть финансовые отделы, ты уже как следующий инвестор, как бы, хочешь оказаться с ними на этой лодочке, прокатиться, так сказать, на подножке этого трамвая, который, скорее всего, идет в нужном направлении. — Хочу обязательно поговорить про тему отношений. Я слышал о тебе тезис, что ты заходишь, там, если в отношения, то это на пять, на десять лет, то есть долгосрочно. И я так понимаю, это и с точки зрения партнерств, и с точки зрения инвестиций, и у многих с этим, ну, не то что проблема, но не получается так долгосрочно жить. Можешь, во-первых, рассказать, какие у тебя сейчас есть текущие такие долгосрочные партнерства, ну, хотя бы, может быть, без имен, но какие направления, какие отношения, какой бизнес. И вообще твои принципы по нахождению сильных людей, с которыми будешь идти дальше. Давай про удержание этих отношений потом, пока что, для начала, вот как находить, привлекать, чтобы с тобой тоже хотели работать, и как самому таких находить. Смотри, я бы здесь сказал, что у меня есть такой тезис, даже где-то в заставке на телефоне, иногда я меняю себе заставки, это то, что отношение формирует отношение я. То есть, вот, как я отношусь к своему делу, к тебе, к любому другому, они формируют наши с тобой отношения, да. Вот, это первое. Второе, я бы здесь разделил, на самом деле, профессиональные отношения, бизнесовые отношения, там, личные отношения, там, семейные отношения, да, то есть, как бы, в любом случае, у каждого есть градация. И очень важно определять эти, у каждого есть границы, очень важно эти границы для самого себя определять, да, вот, где одно с другого не переходит. Действительно, я в любые отношения вхожу с точки зрения, готов ли я провести с этим человеком 10-15 лет, да, я уже в таком возрасте, мне 41 год, когда я рассуждаю вот категориями где-то вот 15 лет, я понимаю, что это на самом деле вот так. Это не какая-то штука, о которой мы думали в 25-летке, типа, нас там может и не быть, будем. То есть, твои 25, текущие 40, это прям... Это вот так. Именно, да. Это вот так. Вот, если бы не моя привычка рефлексировать, то, ну, я бы вообще, ну, искренне в душе мне вот 25. Давай так. Вот. И что бы я здесь сказал? То есть, я любые начала отношений, партнерские, кого бы я ни нанимал, я всегда задаю себе вопрос. Ну, несколько вопросов. Один из главных вопросов, это первое, если это бизнес. А заработаю ли я с этим человеком, когда я его нанимаю? То есть, а вырастет ли этот человек без меня? Вот как акции. Как акции Apple. Ну, то есть, если я их не куплю, они и без меня вырастут, да. И когда я нанимаю человека или хочу с ним вступить в партнерство, я, если цель этого партнерства деньги, то я такой внутренне, ну, типа, заработаю с этим человеком или вот что-то мне кажется, что куда-то мы в забор въедем. Это первый момент, который я себе задаю, да. На уровне тела и интуиции. В первую очередь, на уровне интуиции тела, основываясь на его хардах, если это прям собеседование, да, какое-то, я такой думаю, блин, вот еще один хороший пример, вернее, не пример, а упражнение. Буду ли я переживать, если мой сотрудник уйдет к конкурентам? Или если я этого человека сейчас не возьму на работу, буду ли я переживать, если его возьмут мои конкуренты? Это же классный маркер. Вот представь. Так, и если ты понимаешь, что, типа, черт, если его возьмет Яндекс, то... То это классный чувак, значит, ты как бы внутренне чувствуешь про себя, что ты будешь сильно переживать. Ну, типа, значит, тебе надо его оставить у себя. А если тебе пофиг, такой, да, пускай идет, значит, что, значит, ты не уверен в его профессионализме. Ты такой, ну, ладно, я и без тебя справлюсь. А люди, конфигурация людей, это же важный слой развития предпринимателя. Это, наверное, вот перед мышлением конфигурация людей, это вот такой фундамент. И я, допустим, лично в жизни все свои финансовые росты, ментальные, финансовые, все происходит через людей. Вот реально через людей. И это даже не совсем про насмотренность и окружение. Это именно как бы через людей, как бы ты как бы трансформируешься через людей. Так вот, если ты не переживаешь, что этого человека уведут, ну, как бы ты такой, блин, ну, значит, этот человек точно тебе не нужен. Не надо его брать на работу. Тогда задать тебе вопрос, а чего у тебя такая команда, раз ты не переживаешь, что ее схантят, уведут и все остальное. Значит, что? Значит, ты как бы не уверен, недоволен ей. И ты же будешь переживать, если там твою девушку уведут, ну, молодого парня. Ну, типа, или не будешь. Тогда тебе эта девушка особо не нужна, значит, рано или поздно ее уведут. Я прям, ну, вот это вот чувствуется, что оно. Я много про эту тему копаю. Ну, вот, знаешь, ты сейчас такие говоришь вроде очевидные вещи для кого-то, возможно, тривиально напишешься. Вот сейчас этот удивляется опять очевидным вещам. Но вот именно в такой формулировке я не видел раньше. Я сейчас понимаю, что действительно, ты когда по отношению к любому человеку, если какой-то партнер, бачишь ли ты, что он запартнерится с твоим конкурентом, либо еще кем-то, девушка тем более. Да, да. И это такой прикольный маркер, ты такой внутренний локатор, знаешь, такой. Типа, мой-то человек, ну, мне с ним по пути, это первое. Второе, почему я задаю вопрос, готов ли я провести там 5, 10, 15 лет с этим человеком? Ну, потому что, смотри, даже найм или тем более партнерство, это же не только про работу. Вы же как-то будете еще встречаться где-то еще, ну, и я сейчас там не про корпоративы говорю, а просто как бы тебе, у тебя должны быть точки соприкосновения с этим человеком. Тебе должно быть как-то, ты такой, ну, 15 лет, ты же вот, опять же, извиняюсь, но вернусь, ты же, когда выбираешь себе жену, ты же в полном намерении, осознании жить с ней до конца своих дней. Ну, вряд ли, как бы, мало из твоих зрителей, наверное, выбирал, на год женюсь. Ну, как бы, ну, все такие заходят, и это же классная штука, да, как бы, маркер. Если ты вот, партнер приходит, он какой-то токсичный там, или там что-то еще, или там вот часто есть для меня стоп при найме людей. То есть один из стопов, это когда начинают там плохо говорить о своих бывших работодателях, о, как сказать, о командах, когда присваивают все себе, знаешь, и все остальное. Я так думаю, ну, блин, сразу, что я думаю, как бы, конечно, через там год-два он может говорить обо мне то же самое. Значит, что-то, как бы, там в человеке не то, есть повторяешься. Ну, вот, на самом деле, то, про что ты сейчас говоришь, это прям эпидемия современных парней, потому что общаюсь, я знаю, и вот я, когда сам в 16 лет начинал встречаться с текущей женой, да, первый год, но мне еще 16, важно тоже, но еще реально молодой пацан, относился как, ну, попробуем, первое отношение, как там пойдет, я не знаю, первая девушка. Но я помню, что где-то в 17 я уже прям для себя точно понял, что это там девушка, из которой я хочу уйти навсегда, но, важно, почему я про это говорю, что это как эпидемия, потому что я знаю, что многие в 20 и в 25 заходят в отношения и такие, ну, просто попробуем там это, что-нибудь там покрутим, помутим, и не относятся к этому как к чему-то долгосрочному, это настолько бьет по ушам, когда слышишь это в компании, то есть тебе там уже 20-25 лет, ты заходишь в отношения, вы начинаете жить вместе, а ты относишься к этой женщине и, ну, девушке, не как девушке, которая собираешься там строить брак, детей, это, ну, то есть для кого-то это обычно картина мира, а вот, ну, для тебя это явно тоже ненормально. Ну, наверное, в 25 лет я явно так не рассуждал, и я был один, как сейчас я рассуждаю, и у меня был такой тезис среди друзей, я женился первый брак, у меня второй брак. Первый брак у меня достаточно рано произошел, и я потом даже был тезисом такой, надо законодательно запретить всем жениться до 30 лет. Вот, и это был у меня такой тезис, но что я здесь могу сказать? Смотри, здесь же на самом деле речи о стратегическом видении, опять, это тогда, когда ты пытаешься заглянуть в свой идеальный день через 15 лет. Вот, я же часто делаю и там в команде, и с ребятами, кто со мной взаимодействует, да, предприниматели. Вот это простое упражнение, да, вот сегодня что у нас, 4 сентября 2024 года. Вот, возьмите 4 сентября через 15 лет, и представьте свой день, вот с утра, как вы просыпаетесь, где, даже в какой кровати вы лежите, какой вид из окна, кто рядом, где дети, где родители в этот момент, где партнеры, какой бизнес, как ваш день. Хобби, друзья. Хобби, друзья. Я советую сделать хотя бы 100-200 элементов из этого дня. Я делал, вот рекорд у меня был где-то 2400, но это у меня уходило 2 дня. Подожди, что за элементы? Ну, просто вот даже с какой чашки ты пьешь, в какой ты пижаме, ты проснулся уставший или ты вчера вино выпивал, был в баре. Вот этот идеальный твой день, он на самом деле не осознанно тебе подсветит вообще, туда ли ты движешься. Ну, к примеру, смотри, вот, давай на моем примере. Я просто, да, вот не понимаю, как если у меня через 15 лет, там, условно, в голове трое детей, и это уже подростки, как мне сейчас проживать? Очень просто, смотри. Это офигенный пример. Идешь? Смотри. Это офигенный, вот, ну, давай я сейчас на своем примере, мне будет проще. Просто смотри, вот, 4 сентября, мне 56 лет. 39-й год. 39-й звучит, да, как? 39-й. 1939-й был страшный год. Вот. И у меня есть там набор своих ценностей. Один из ценностей, как бы, это природные ландшафты. И я точно понимаю, что, к примеру, вид из моего окна, к примеру, это горы и озеро. Вот я так люблю. Значит, соответственно, смотри, декомпозирую это в сегодняшний день, я понимаю, что у меня дом, потому что то идеальный мой день. Мне сегодня дом надо строить или смотреть, где мне его купить, к примеру, не, ну, то есть, в горах на озере, это первое. Или, к примеру, я понимаю, что я бездельник. Вот не работаю вообще нигде. Соответственно, декомпозирую сегодняшний день, мне нужно работать над тем, а как я буду продавать свои компании, да, или кому я их передам в управление, или как бы, то есть, это определяет действие в сегодняшнем дне. Если на тебя переводить, ты говоришь, что я с тремя детьми, у тебя сейчас один ребенок, первое. Ну, как минимум, значит, тебе над этим надо работать уже сейчас, потому что там же у тебя и возраст будет, их дети. Второе, тебе нужно следить за здоровьем, да, чтобы эти дети произошли вообще. Тебе нужен этот план согласовать сегодня с твоей супругой, с твоей женой, продать ей, да, это будущее, вот, убедить ее. И ты уже, исходя из этого дня, работаешь в сегодняшнем дне. Так вот, если у тебя нет представления о будущем, ты лишаешь себя настоящего, на самом деле. Что у тебя сейчас вообще? Вот есть супруга, окей, четверо детей, а можешь рассказать вообще, кто у тебя сейчас, сколько лет вы там вместе бизнес делаете, или найм, сколько лет с тобой работает дольше всего сотрудник какой-нибудь компании? Что касается по долгосрочным взаимоотношениям, так уж сложилось, это безоценочно, не с точки зрения хорошо или плохо, потому что у каждого человека по-разному. Что все мои отношения в жизни, они долгосрочные. То есть, мои друзья по спорту, с которыми мы дружим там более 25-26 лет, друзья с детства, с которыми, ну, мы уже интересами разошлись, ну, любим друг друга, общаемся регулярно. Я даже поддерживаю классные отношения с своей первой супругой, вот, то есть, ну, такие дружеские. Партнеры по бизнесу в среднем, в среднем, во-первых, из одного бизнеса в другой переходят. Вот сегодняшние партнеры, даже часть акционеров в компании «Бронебой», они еще акционеры со мной в других компаниях, вот, ну, вообще в разных направлениях. Вот у меня же еще есть европейская компания, да, часть акционеров даже там участвует, вот. Это важный момент, у Александра есть компания, которая представлена как бы, как локация основная, это Будапешт. Будапешт, да, да, мы на европейском рынке трудимся, вот, Будапешт, Австрия, Германия, вот, поэтому. Про это, да, чуть попозже, наверное. Да, вот. Так вот, и «Бронебой» у нас всегда была история о том, что я всегда выстраивал компании с внутренними ресурсами, да, чтобы люди росли. То есть вот именно фокус на рост, на воспитание, вот эта история. Во-первых, я по первому образованию учитель истории, у меня несколько высших образований, да. А еще же, я так как был связан со спортом, мы, нас тренер приучал, мы уже так были там подростками, мы часто тренировали младшие группы. И вот это стратегическое видение, скорее всего, привилось вообще ко мне вот оттуда, потому что спорт — это что? Это умение выстраивать стратегии, то есть отслеживать причинно-следственную связь. Это, то есть если ты сегодня не потренировался, значит, ты на примере бокса завтра получишь по лицу очень сильно на следующих соревнованиях. Ну, понимаешь, да? Если ты сегодня кушаешь, значит, ты не войдешь в свой вес. Если ты сегодня пьешь алкоголь, значит, завтра будет болеть голова. Вот это элементарно, да, это же тоже проведение стратегическое. То есть это возможность оценивать свою жизнь с точки зрения причинно-следственной связи. Вот это важно. Я еще для себя такую, знаешь, тенденцию обнаружил. Такой подход образовался, что если люди выпадают с периода отношений, как бы я на самом деле к этому отношусь, как будто они выпадают не навсегда. И у меня так в жизни происходит. То есть бывали у меня случаи, когда мы с людьми расставались не очень довольными друг другу. Особенно по молодости и все остальное. Но я точно знал, что мы с этими людьми рано или поздно наши дороги пересекутся. У меня есть прецеденты в жизни, где мы реально расставались не очень хорошо с партнерами в молодости. И через какое-то количество лет мы делали опять партнерство. Это удивительно. Вот. И это же тоже отношения. Но что касается отношений, я бы сказал так. Самая дорогая валюта на сегодняшний день – это наше внимание. Вот. И если мы хотим, чтобы какая-то область нашей жизни развивалась положительно, нам нужно направлять туда внимание. Так вот, качество отношений – все на самом деле упирается в какое количество внимания туда вкладываешь. То есть у тебя будут хорошие отношения в твоей семье с женой и с детьми, если ты уделяешь им время. У тебя будут хорошие отношения, если ты уделяешь время своим акционерам, своим партнерам по бизнесу. У тебя будут хорошие отношения с командой, если ты уделяешь им время. Если ты забиваешь на что-то, ну, там что-то начинает происходить такое вот. И в отношениях очень важно инвестировать туда свое внимание. Смотри, один из самых долгих сотрудников, который со мной… Вери, один из самых долгих таких опытов – это мой водитель. Вот. Он со мной с институтской скамьи. Вот. Как бы он водитель-помощник. Вот. Олег, привет. Да. Вот сколько он со мной уже? Наверное, лет 18-20. Да. Вот. Сотрудники… Это вот так, что на память приходит. Сотрудники в компании. Средний срок, при том, что наша компания там восьмой год пошел. Это примерно… Хотя я, слушай, я ненавижу среднее значение. Вот. Это ужасный показатель, который на самом деле часто лишает значимой доли прибыли всех предпринимателей. Вот это средзнач, вот эта вот штука в Excel, я бы ее нахер удалил, да. Вот. Так вот, не буду тем более я усреднять людей. Но скажу так. SEO компании «Бронебой» предыдущий – это один из основателей компании, который пришел на должность главы R&D разработка, ну, то есть программиста. Окей, простыми словами. Да, да, да. Он возглавлял отдел в разработке, талантливый программист Иван. Вот. Он стал потом SEO компании, да. Значит… Сколько он с тобой сейчас? Он сейчас уже в Лондоне. Он сделал экзит, да. Он переехал с семьей, вот. Но он был с момента основания, пять лет, мы вместе трудились, создавали то, что, как бы, в принципе, сейчас есть. А, экзит, то есть человек, который был топом в твоей компании, у него был какой-то небольшой пакет акций, опцион, он его продал и уехал в Лондон. Чтобы я так жил. Да, это именно так. А, ну, правда, ради он зашел своим фокусом, временем, ресурсами, силами в момент, когда еще ничего не было. Конечно, конечно. Это тоже важная штука, вообще, вот… В книжке про Старбакс такое помню, он тоже про это рассказывал. Окей. Я, кстати, на Старбакс ссылаюсь, но книжку не читал. Удивительно. Ну, я, как бы, просто знаю конъюнктуру, и в Америке бывал не раз, и ходил на всякие мероприятия, как бы, где это впитывал. Здесь я бы даже знаю, что сказал еще про вообще опцион и про все остальное, да. Это то, кстати, чему я учу вот на тренинге. Немного рекламы. Вот. Это как продавать свою компанию. Не в плане продать, а продавать, потому что мы же на самом деле компанию свою продаем не только инвесторам. В первую очередь, мы продаем ее сами себе, ее будущее. Нам же тоже мотивация нужна. Ради чего вот я тут 24 на 7 думаю об этой компании. Это первая продажа. Вторая продажа, которая, наверное, еще главнее, чем самому себе, это продать эту идею жене. Потому что для семьи, для жены и для детей основной конкурент, это же бизнес ее мужа, если на ней участвует в бизнесе. Бизнес, именно строительство бизнеса и компании отнимает основное время, самое ценное, которое не купишь за деньги от семьи. То есть, соответственно, жене надо тоже продать, потому что мотивация и поддержка супруги – это одно из главных составляющих вообще энергии у мужчин. А третья продажа неочевидная. Это как… Да, ее тоже продать надо. Я просто… Ты сейчас слушаешь, для меня это так буквально, как несколько недель стало очевидно. Вот как… Все мне так отношения с женой еще больше выросли. Мне кажется, после рождения дочки как раз-таки. И вот я сейчас зашел там в проект крупный, и тоже я реально разговаривал с позицией, почему для меня это важно, почему я вижу в этом большую перспективу. То есть, я как-то это неосознанно сделал. Но я не то чтобы продавал, пытался, знаешь, там что-то убедить, продать. Я просто хотел объяснить свою позицию, почему она рациональна, почему нужно принять тот факт, что сейчас мне нужно засучить рукава и, так сказать, ковать железо пока горячо. И чтобы с ее стороны была только поддержка, понимание и ноль сопротивления. Для меня это было важно, прежде чем как бы с головой в это заходить. И вот ты сейчас когда-то проговорил, мне тоже такой, буквально неделю назад этот разговор у нас был. Поэтому, чему еще я учу на тренинге, это думать о капитализации сегодня. Да, я все понимаю, как бы я сам проходил достаточно долго период, и где-то его прохожу, это вот этих миллиардеров таблички, да. Клуб миллиардеров вот-вот, еще чуть-чуть, еще сейчас, вот скоро будет, да, в табличке, но на счетах ничего нету. В принципе, это метод оценки Фарбса. Вот, и чем раньше ты об эту метрику у тебя появляется, потому что что такое капитализация в моей интерпретации? Это стоимость компании сегодня, а самое главное, это стоимость компании завтра. Потому что ты же в основном продаешь жене, что будущее. Почему ты сейчас уходишь на работу? Потому что ты строишь, типа, классную компанию, в которой мы обретем потом свободу и финансовую независимость. Или, там, изменим мир. Так вот, это была вторая неочевидная продажа, кому ты продаешь, да, и там супер важная. Вообще, кстати, наверное, пару слов еще стоит сказать вообще, в принципе, про отношения с женой и семьей. Почему важно посвящать вообще стратегические вещи, да. Потому что еще наши родные родственники в период строительства бизнеса, они должны очень четко понимать риски. Потому что, как известно, и я в этом абсолютно убежден, что масштаб предпринимателя зависит от количества рисков, способными на себя брать, да. И мы часто не только в табличке, а физически по факту уходим в большие минуса. Ну, как бы ставя на карту, на какое-то свое решение, достаточно большое количество ресурсов. Вот. И что я сейчас еще замечаю среди предпринимателей, там, владельцев компании или там начальных бизнесов, даже бизнесов в начальной стадии. Я говорю, ребят, а вы вообще, завещание есть у вас? Вот тебе, Алексей, есть завещание? А в этом периоде не существует вещей пока. Потому что, как известно, мы все предполагаем, но судьба располагает, да. Как бы и часто наши планы личные не вписываются туда. Во сколько лет ты написал свое завещание? Ну, слушай, я как бывший адвокат первое завещание написал в 28 лет. В 28 лет. И это супер важный документ вообще в семье. И, кстати, у меня есть ритуал. Каждый где-то 6-7 месяцев, 8 я переписываю у своего нотариуса. Семья в курсе. То есть я туда вписываю не только активы, а и мои обязательства. То есть потому что супруга должна знать, а вообще, а кто, если не дай бог, что-то случится. Мы, конечно, не перестраховщик в этом плане. У меня есть ряд знакомых, которые даже с сожженными разными рейсами летают. Вот так даже у нас есть такие друзья. Ну, чтобы, не дай бог, есть авиакатастрофа, чтобы оба родители не погибли. Я понял, как в политике. Вот, да. То есть мы до этого не дошли. Но вот эта часть завещания, потому что... Жесть, я такого раньше не слышал, на самом деле. Я сейчас думаю, это насколько нужно быть таким прям тревожным реально человеком, чтобы с супругой летать разными рейсами. Да, да. Поэтому, на самом деле, один из способов мотивировать вообще супругу, а через нее получать свою собственную мотивацию и энергию для развития бизнеса, это подумать о ее безопасности. Вот. И я в своей жизни вот пошел по двум путям. Ну, первое, это как бы посвящение и обсуждение вообще, что существует, какие активы, какие обязательства, кто на что претендует, кому что отходит в случае чего, чтобы была такая стабильность. А второй момент, мы с супругой, с женой поработали достаточно сфокусированно на том, чтобы она научилась сама зарабатывать. Потому что, на самом деле, вот научить именно уметь ловить рыбку, да, это самое основное, как бы, тогда вот настает момент, потому что для женщины, особенно если есть дети, вопрос безопасности, он, на самом деле, стоит в самом верхнем углу. И это именно про нашу роль мужчин, как бы, защитников, да, как бы, вот, обеспечителей и все остальное. И когда она чувствует, что, слушай, а я в безопасности, и я спокойно на войну каждый день отправляю своего супруга, ну, я утрирую, да, ну, и там энергия другая. По поводу тем отношений, жены и так далее, вот, личная жизнь, смотри, тебе 41 год, трое детей, сейчас четвертый на подходе, ты боксер, ты для людей, которые такие бизнесы делают, очень хорошо выглядят, потому что многие теряют здоровье не только внутренне, но и, так сказать, визуально там видно, что человек потрепало, вот. Ты прям очень хорошо сохранился для 41 года. Вопрос, вот как ты вообще сочетаешь такой рост в плане бизнеса, результатов в компании, при этом еще личная жизнь, семья, еще за собой следишь спорт, бокс и так далее. Вот, какие у тебя принципы по тайм-менеджменту, по приоритетам, как ты все это сочетаешь? Я сочетаю несочетаемое, на самом деле, но, опять же, я не устану повторять, и, как бы, повторюсь еще раз, что все зависит от... Во-первых, ваших приоритетов, то есть, куда вы направляете? У меня бывают периоды в жизни, когда, допустим, мне достаточно большое количество часов нужно посвящать, там, кому-то бизнесу, и тогда спорт страдает, а где-то, ну, то есть, ну, все зависит от приоритетов, от самочувствия. Но я бы что сказал для предпринимателей, которые уже начинают выходить на уровень, где начинается работа над сверхрезультатами, да, и где они уже, как бы, как сказать, то есть, у предпринимателя есть несколько слоев, да, вот когда вы прошли, там, первые, там, действия, там, вторые инструменты, там, вот это все, конфигурация, когда вы уже начинаете приближаться к этапу перехода, это такой переходный период, который многие не совершают, стать предпринимателем, действительно, в масштаб, да, очень важно выстроить инфраструктуру предпринимателя, а это, вот, там, бизнес-ассистент, водитель, отдельный человек, который отвечает за ваше здоровье, отдельный, когда вы можете себе уже позволить все это себе организовать. Это, кстати, не так дорого стоит, ну, на ком-то и так можно себе делать это само. Почему? Что еще позволяет, что еще позволяет? Вернусь еще на шаг назад. Конечно, это мой идеальный день, где я хорошо выгляжу, да, и часто возвращаться, то есть, вот, но мотивация. Второе, я отношусь к спорту, к своему состоянию, как к ресурсу. Вот так же, как я ищу инвестиции для компаний, так же, как я продаю свои бизнесы, так же, как я ищу новые партнерства для того, чтобы там стартануть, или проекты под инвестиции, в которые хочу инвестировать, чтобы приумножить свой капитал. Я отношусь к своему здоровью, как инвестиции. Во-первых, нужно нормально выглядеть, это первое. Не с пивным животиком сидеть, рассуждать, условно, там, да, как бы таким стройным подбородком о том, что, да, зарабатывайте все деньги, классно, все ништяк, это первое. Потому что я приверженец в отношении воспитания детей вообще, это не рассказывать, а показывать. Вот. И меня дисциплинируют так же мои дети, потому что руководствуясь этим принципом, не рассказывать, а показывать. Я могу, конечно, заставлять своих детей заниматься спортом, лежа на диване с банкой пива, да, ну, так это не работает. А могу ничего вообще не говорить, не заставлять, не хотеть, не занимайтесь туда-сюда, но они все автоматически, короче, занимаются спортом, в классной физической форме, а старшим моим детям уже почти 16 лет. Вот. Обоим у меня двойня, мальчик и девочка. Вообще, дочь ходит на ММА. Удивительно. Вот. Я ее не заставлял, не поощрял, это все ее. Это второй этап мотивации. Первый этап, наверное, все-таки это моя жена, она у меня тоже бывший спортсмен, мы вместе тренируемся, ну, не в данный период, это как бы вот, когда у тебя есть команда, компания. Если у тебя жена, как бы, не занимаясь спортом, это окружение друзья, да, потому что один из самых главных драйверов – это наше окружение. Вот. Это как раз вот эта конфигурация людей, которая влияет на твое развитие и вообще на твое отношение. То есть, ну, если твой круг общения происходит в пабе, прокуренном с утра до вечера, ну, скорее всего, ты спортом долго не прозанимаешься, да. А если вы как бы заряженные ребята, предприниматели или еще больше, твои авторитеты этим занимаются, это тоже вот смотреть на это, насмотренность. Что еще? Ну, и хорошее состояние, это как ресурс. В любом случае, ты больше можешь выдерживать нагрузок, ты лучше себя чувствуешь. Это, ну, то есть, наверное, все-таки это лучший мотиватор. Сегодня уже нет мотивации, там, от бокса, как в молодости, там, постоять за себя. Еще это уже вот другого уровня, их надо эти уровни на мотивацию находить. Когда ты последний раз дрался на улице? Блиц начался? Нет, просто интересно. Хочу 14 процентов, 12. Да, да. Опять же, воспользуюсь 51 статьей, шучу. Так и бери подкасты у адвокатов. Да, да, да. Слушай, на улице, честно, не помню, но могу тебе сказать так. Я еще являюсь основателем любительской лиги бокса города Краснодар. Вот. И последний раз я выходил в ринг, значит, мне было 35 лет, 6 лет назад, значит, по ветеранам. Это среди спортсменов, кто уже не выступает. Это когда до первой крови, да? Нет. Это до нормальной крови, но в больших перчатках. Вот. И вот я как бы боксировал в последний раз, вот, 5 лет назад, так, на ринге. И тогда я, кстати, еще был, по-моему, лет 5 назад еще был в адвокатуре. Боксировал я со следователем естественного комитета. Это был такой прикольный бой. Я проиграл, кстати. Окей. Я подумал, что это было бы забавно. Мне кажется, такие кейсы были в истории человечества, когда следователь против адвоката задела... Сто процентов. Кто-то так делался, да. Сто процентов. Я вот, кстати, заметил, это же браслет для того, чтобы здоровье, да, следить? Да, да. А что ты по нему отслеживаешь? Реально пользуешься? Да, реально пользуюсь. Ну, первое, я все репорты, все отчеты отправляю своему терапевту, как бы, потому что я еще, как бы, мастер и сторонник делегирования. Вот. Я как раз-таки поклонник Кэрол Дуэк. Это теория мышления роста. Вот. Growth Mindset. Это когда ты много-много... Каждый человек может добиться всего, чего желает. Вот. И поэтому я сторонник делегировать. Ну, делегировать. Вот. Я, опять же, сторонник подхода усиливать сильно. Я вот, допустим, знаю, что я не человек-табличка. Хотя я преуспел в этом. И вот я данные в УПП отправляю своему терапевту, ты понимаешь, да, который смотрит. Ну, как я пользуюсь? Первое. Во-первых, для меня это главное следить за сном. Он показывает долг по сну. Это для меня основное. Да, потому что я считал и считаю, что сон — это наш основной... То есть он прям показывает, что тебе нужно доспать побольше бы. Да, да, да. Он показывает процент твоего восстановления, процент, насколько глубокий или поверхность у тебя сон. И какой у тебя в итоге долг по сну? Он тебе говорит, там, чувак, ну, давай, у тебя уже вот как бы очень плохое восстановление. Тебе нужно еще поспать. Кстати, вот это интересно. Ну, просто я за сном тоже слежу. С ним все плохо стало последние два месяца. После появления дочки. Да. И вот это прикольная вещь, потому что ты не всегда осознаешь то, что реально нужно доспать. А бывает такое, что ты там не высыпался, и ты думаешь, ну, сейчас я вот как раз высплю, посплю 8 часов. А нифига, ты не встаешь через 8 часов, потому что тебе до этого накоплено. И тебе этого никто даже не подсказал. А ты такой, думаю, что ты воин, все получится. Да. В итоге, ребят, извините, я проспал. Я тебе даже больше скажу, что на самом деле качество твоего сна и качество восстановления не зависят от продолжительности твоего сна. Вот в чем прикол. Потому что ты можешь спать нормально по 8 часов, но он тебе все равно показывает, говорит, товарищ, у тебя здесь был неглубокий сон. Потому что если ты по сну... Ты там пил или перевозбужденный был? Пил, световые раздражители, даже там какие-то красные кнопки. У меня есть там знакомый из Андорры, парень, так он настолько заморачивается, что у него даже заклеены, короче, всякие лампочки на телевизорах, на всем остальном. Ну, вообще, реально так, этот мелатонин мешает вырабатывать. Я в маске для сна терсплю просто, ну, из-за дочки. Огонь, вообще. Как раз-таки насчет детей, так сказать, актуальные вопросы про тайм-менеджмент. Вот у меня один ребенок, я уже за последние 2 месяца охренел. При том, что нам сильно помогают бабушки, дедушки, там, жена супер включена. Но это прям тяжело. А у тебя ты четвертый на подходе, при том ты там растешь, еще новые направления запускаешь, сейчас, так сказать, выходишь в поле, чтобы про тебя больше людей знало. Как все вот это успевать с детьми? Расти? Опять же, первое, это... Вот кроме того, что ты назвал, касательно детей, есть ли еще... Я мастер делегирования, я же делегировалась у жене. Это первое. Это первое. Не, на самом деле, это правда. Но я, в том числе, как бы для чего нужны ресурсы, да, супруга, жена моя, она выстроила достаточно такой тоже системный чек, инфраструктура. То есть, ну, это помощники, няньки, возможность где-то высыпаться, и вот это все, это все очень влияет, как бы, это как раз-таки то, о чем я говорю, что сюда нужно фокус направлять. То есть, ты не должен вообще на это отвлекаться, по сути. Но при этом делегировать нельзя прям, ну, как бы в делегировании есть вот свое мастерство. С одной стороны, можно скинуть с себя ответственность на жену, сказать, давай, нянчи там, это нельзя делать. Ну, я так считаю, да. Все-таки это наш общий ребенок, да, и мы должны в этом тоже участвовать. Мы должны иногда не спать, ну, как бы, и быть рядом. Это, ну, морально важно. То есть, я не за то, что, типа, когда у вас ребенок, перейти в среднюю квартиру. Ну, условно, я нет, не за это. Да, но при этом вот эта инфраструктура, которая помогает и тебе, и жене восстанавливаться, ну, вот, наверное, самое главное. И для этого в том числе уже ресурсы денежные. Как по няням дела? Да, как у всех, ну, как бы, есть. Окей. Няни, помощницы по дому, кто в школу возит, забирает. Есть специальная вот компания классная в Москве, которая, ну, отдельно... Чисто по школам? Чисто по школам, садик, ну, прям, люди специально приезжают, забирают. Это прям специальный сервис. Подожди, это как компания, шофер для детей? Шофер для детей, стартаповская штука, они резиденты Сколково, не помню название, честно, я бы сейчас с удовольствием их порекламировал, вот они дочку ввозят. А, по деньгам? Да, дешевле, чем водителя иметь отдельно, сто процентов. Понял, ну, условно, адекватно, это там не оверпрайс, понял. Ну, а то этот, я забыл, как сервис называется, который эти когда-то еще в аэропорту вот так с табличек встречают. Вилли. Вилли, вот так. Не оно. Не оно. Окей. А хочу сейчас про тему денег поговорить, привлечения, потому что вот конкретно тоже пара заголовков от Forbes про Александра. Краснодарский сервис доставки бронебоя привлек 100 миллионов рублей. Следующий. Сервис доставки еды бронебоя из Краснодара привлек полтора миллиарда рублей. Как бы, вот, окей, такие цифры, это, ну, для многих вообще что-то непонятное, там, 6, 9 нулей, что-то много, что-то много. Давай приземлим для обычного, человек, который хочет привлечь деньги для развития своего дела, принципы, которые помогают налаживать отношения с инвесторами, чтобы люди охотнее, готовы были за тебя проголосовать монеты. Вот я даже хочу просто хотя бы открыть вот первую точку какой-нибудь кофейни и так далее. Твои советы начинающим предпринимателям по тому, как привлекать деньги, потому что я знаю, что ты сейчас в том числе хочешь начинать тему с тренингами, вот, по праводобную историю с инвестициями, продажей компаний и так далее. Но это уже такая углубленная история. Вот я хочу более простые земные примеры для людей, как привлекать деньги, потому что я сам в свое время этим занимался в разных проектах. Это, ну, не сказать, что легкая ноша. Ну, по традиции, хороший вопрос, Леш. Давай, смотри. Не буду обуславливаться так коротким временем и эфиром, да, вот, скажу, наверное, главные тезисы такие, да. Это первое. Это твое личное опять отношение к этому. Это первое. Второе. То есть если видит инвестор, что ты прям включен, а не то, что это там что-то на ход ноги попробовать. Как раз таки. Чему я учу на тренинге? Это начать относиться к моему бизнесу как инвестор, да. Потому что на самом деле что такое инвестиции? Я недавно с удивлением такую увидел тенденцию. Первое скажу, что развивать бизнес на собственные деньги – это самое невыгодное то, что может быть. Свои деньги всегда самые дорогие. Это первое. Тезис. Второй тезис. Я недавно увидел, что, типа, как бы у большинства предпринимателей, которые привыкли развиваться на свои, то есть есть такое привзятое отношение к акционерам, к инвесторам, там, и вот ко всему этому. Первое. Это изменить из неочевидного. Давай из неочевидного. Это изменить свое отношение. То есть я не заставляю или не пропагандирую любить инвесторов, инвестиций, все остальное. Там разные кейсы есть. Но изменить к этому отношение, смотреть на инвесторов и акционеров новых, первое. Это, во-первых, компетенции, которые они могут тебе помочь. Второе. То, о чем мы говорили. Они могут удорожать твою компанию и облегчать в будущем привлечение инвестиций. Третье. Это оказывать на тебя нужное давление. Потому что часто собственники, это неочевидно, расслабляются, когда он один собственник такой, ну, мне тут и так прибыли нормальные 100 миллионов, и 200, и 300 зарабатываю. И они расслабляются. А инвесторы и акционеры, они на самом деле оказывают нужное давление для собственников и основателей, так сказать, настоящих лиц, которые действительно принимают решения. Это важный факт, на самом деле. И про него никто не говорит. Потом, из неочевидного, все думают, что новые акционеры и инвесторы – это новая дополнительная ответственность для собственников. А на самом деле я к этому отношусь по-другому. Во-первых, когда у тебя появляется количество акционеров, любое, инвесторов, на самом деле ты размываешь свою ответственность. Объясню почему. Потому что инвестор, заходя деньгами, поддерживая свои компетенции, он точно так же заинтересован в спасении своих инвестиций при умножении. Потому что главный вопрос инвестора зачастую – это сколько нужно, для чего, сколько на этом заработать. Научиться отвечать себе на этот вопрос – это как раз-таки и позволяет заведение этой метрики, а что влияет на стоимость моей компании. Что получит инвестор или что получу я, выступая в руле инвестора? Что я получу? Конкретно в деньгах. И вот эта штука, вот это изменение отношений в первую очередь, что инвесторы – это не зло, и я не пропагандирую, что инвесторы – это добро и новый акционер. Но вот это отношение выстраивания и уметь увидеть и оценить, что дополнительный капитал, дополнительные инвестиции вкупе с инвесторами и всем остальным – это как раз для тебя масштаб. Потому что мало компаний, которые выросли до каких-то приличных, значимых результатов без инвестиций, акционеров, без IPO и без всего остального. Отвечая на твой вопрос именно прицельно, как это все действительно происходит, потому что без ложной скромности действительно мы для рынка как красная тряпка были. Потому что никто не понимал, как это вообще происходит. Вот. Но вот это понимание, ну, типа, на вот этом рынке какие-то мультипликаторы, какие-то большие раунды поднимаются. Это при том, что вообще, в принципе, океан алый, инвесторов не так много. Вот. Я здесь в первую очередь, наверное, отмечу это достаточное количество потрачено твое внимание на постоянное отношение и переговоры с инвесторами. Вот. Мой фокус именно на главной метрике на стоимости компании, как ее увеличить, за счет чего, как вырастет масштаб и как я, как инвестор, свою компанию могу заработать. То есть он позволяет выстраивать такие равнозначные отношения с акционерами, где ты перестаешь акционеров или инвесторов воспринимать, о, это новые акционеры, они забирают долю компании. А наоборот, классно, это новые акционеры, это ресурсы, это возможности. И это сейчас не про то, что давайте все привлекайте инвестиции и все остальное. Это в том числе и про заемный капитал, это в том числе про партнерство со стратегической партнерствами, ее можете дополнять друг к другу. Это в том числе возможность посмотреть на рынок глазами стратегии, возможно купить какого-нибудь из конкурентов. Потому что что происходит, на самом деле есть такая метрика классная, если твою компанию не хотят купить раз в квартал, возможно, ты что-то делаешь не так. Ну, потому что обычно кого хотят купить? А что значит хотят купить? Прилетает оффер на рабочую почту? Прилетает оффер на рабочую почту, не знаю, тебе приходит какой-нибудь стратег и говорит, там, ребята, вы делаете классные вещи, что-то нам это надо. То есть вот именно хотят купить. Если к тебе не поступают предложения о покупке части, проинвестировать, задай себе вопрос, ну, что ты делаешь не так? То есть это прям хороший маркер, что если вы крупная компания и вот где-то раз в три месяца приходит какой-то оффер, чтобы дать вам денег, то, знаете, нормально двигаемся. Даже мелкая компания, даже, ну, мелкая, плохое название, даже если ты компания в начальной стадии, объясню почему. Потому что что такое офферы? Ты можешь быть предпринимателем в начальной стадии, но у тебя есть партнеры, которые видят какой-то офигенный чувак, какой-то заряженный. И я как инвестор, в том числе, когда вижу таких ребят, потому что я вообще, кстати, руководствуясь принципом при инвестировании, я инвестирую в людей в первую очередь, да, то я как бы такую вижу, блин, классные пацаны двигаются у них там, вот у нас там были подрядчики по самокатам, офигенные там, ну, я на них смотрел, и я говорю, ребят, давайте я вас проинвестирую. Он говорит, не, не, не надо, там не надо, там не надо. Ну, потом, естественно, их сожрали большие, они не ходили в инвестиции, они уже ушли с рынка. Но это как раз-таки именно там, ребят, давайте проинвестирую, а ну, же ли вам деньги? Это когда ты приходишь в хороший ресторан, такой, видишь, что он классный, говорит, слушай, я такой хочу, давай я тебе дам денег, ты мне откроешь такой же. Это вот именно про это. И если тебя не предлагают тебе купить долю, взять деньги и все остальное, задай себе этот вопрос, ребят, а когда с вами вообще об этом говорили вообще? И завести этот маркер у себя, опять же, через главный KPI, твой личный, как собственника, стоимость твоей компании, соответственно, тире, увеличение ее ликвидности. Ликвидность — это возможность что-то быстро продать, да, потому что капитал у нас, как бы, он, помимо того, что он должен прирастающий и растущий быть, он еще должен быть ликвидный в идеале. Так эта ликвидность, если ты не компания на IPO, сама по себе она не создастся, и он уже создавать. И вот эта вот штука, маркер, типа, что-то, короче, а что я делаю не так? Почему я там не лидер рынка или что-то еще? Вот, поэтому вот это отсюда. Здесь из Землиля еще очень хотел спросить по поводу заграничного бизнеса, потому что у тебя, например, сейчас есть компания, которая открылась в Венгрии, и Будапешт. А у нас по отношению к заграничному бизнесу, ну вот, знаешь, так, на уровне ощущений, что все думают насчет Дубая, кто-то думает насчет Америки, и там, где, как бы, хайп, вот этот мечта, Дубай просто новый рынок, про который все говорят, хотя, на самом деле, я недавно от Оскара Хартона слушал тезис, что, по сути, он еще не суперинтересный, потому что, по-моему, там был, там были цифры, могу ошибаться, но он говорил, что вот интересно заходить, когда есть рынок на триллион долларов в Дубай, пока что 900, что-то такое он говорил, поэтому вот он, допустим, туда даже еще не заходит. Ну, примерно суть была такая, надеюсь, не наврал сильно в цифрах. Вот почему Будапешт, почему Венгрия? Как правильно заходить на международный бизнес, выбирать направление, страну? Леша, смотри, важно все-таки отметить, что компанию Бумеранг, так называется компания европейская, я запустил в 2021 году. И, на всякий случай, для тех, кто тоже Бумеранг, простыми словами, чем вы занимаетесь? Это IT-интегратор между ресторанами и службами доставок. Вы их соединяете? Мы их соединяем, да. Я запускал в 2021 году. До хайпа Дубая, как минимум. До хайпа Дубая и всех остальных событий. Это первое. Второе. Я руководствовался исключительно стратегическим видением, потому что как раз-таки вот рынок и стоимость компании в Европе, они превосходили на тот момент как бы стоимость и рынок России, и стоимость, и выход, и экзит. Вот. И я, на самом деле, что могу сказать? Что сегодня, вот после всех событий, которые сегодня происходят в мире, могу сказать точно, что, наверное, в 2021 году я поступил бы точно так же, как я поступил. Вот. Это первое. Я так тоже с таким маркером иногда сравниваюсь, как бы я поступил, точно поступил бы так же. Но другое могу сказать так, что международный бизнес – это совершенно другой спорт. Вот. Если предприниматель, который сегодня оперирует на российском рынке, думает, что у него есть компетенции запускаться, развиваться, к примеру, там, на американском рынке, по моему глубокому убеждению, это вот заблуждение. Там совершенно другие законы работают. Вот. Это первое. Я, начиная от найма команды, ее вовлеченности, работы, я тоже там нанимал классную команду. Два раза я перенанимал, пересобирал, потому что после 22 февраля, 24-го, 22-го дня рождения, 22-го года, значит, мы команду пересобирали и полностью переосмысливали вообще наш подход. Сегодня я могу сказать точно, что российский рынок вообще компаний, команды, цифровизация, отношения предпринимателей в разы превосходит, допустим, европейский устаревший рынок. Вот. Легче. То есть, ну, мы у себя дома. 100%. Вот. Денег в России сейчас внутри достаточно много. Инструментов, отношений, вот пока вы строите бизнес, до чего-то дорастаете, в разы больше, чем в Европе. Более того, Европа странно, но факт выяснилось только уже в процессе, что это вообще неоднородная штука. У каждой страны все свое отдельно. Поэтому, если вы думаете про европейский рынок, ну, сейчас, наверное, мало кто думает, там, потому что... Тяжело. И тяжело, я думаю, там, просто после определенного этапа невозможно. Просто-напросто невозможно развиваться, да, и все показывать. Поэтому, если говорить про мой международный опыт, то это, знаешь, это, как обычно, ты приходишь к выводу, что, типа, как круто у нас. Ну, реально, серьезно. Вот. В гостях хорошо, а дома лучше. В гостях хорошо, а дома лучше, да. Ну, и, естественно, о международном опыте нужно задумываться только после того, когда вы нашли свою точку единицу масштабирования, когда вы точно понимаете, с какой целью вы туда идете, вот, и понимать, что, в принципе, вы начинаете не с точки нуля, там, а с минуса. Вот. Это важно. Как бы, вот, здесь, а здесь точно, ну, как вот, с минуса. Если здесь что-то открываешь, начинаешь с точки нуля, там, начинаешь вот, типа, на два уровня пониже. Ну, а сейчас, как бы, у тебя есть ограничения, потому что, как только там речь зайдет о каких-то инвестициях, партнерствах и достаточно большому влиянию, вот, ты этого сделать не сможешь. Я сейчас, ты пока все это говоришь, вспомнилась история, как Илья свой неулинг, который мяту сделал в Дубае, открывался, там какая-то была история, что он прям показывал, как они ищут огромное помещение, вообще там вкладывают кучу денег, молчит-молчит, проходит, мне кажется, год, и казалось, там такая как бюрократия, буквально из одного какого-то момента в законодательстве, у них полностью все это накрылось, и в итоге там минус сотни тысяч долларов там были, если не миллион. Но он там очень много денег потерял, он сам про это публично сказал, в дубайском направлении они конкретно то помещение приостановили, поэтому, да, реально иногда это скорее в минус. То есть если резюмировать, если ты хочешь идти в международку не про СНГ, где условно плюс-минус похожий менталитет, а именно такую международку, то стоит 10 раз подумать. Я бы даже сказал подумать, да. Знаешь, что самое главное? Ну, давай проговорим, допустим, про такие драйверы энергетические, да, такие вот про тумбу-юмбу, как говорят у нас на Мастермайде у Миши Дашкиева, тумба-юмба. Это синоним слова мышления. Да, это синоним слова мышления. Честность, это же супер вообще источник энергии. В первую очередь честность самим собой. И вот это подумать я бы, наверное, развернул на уровне того, что любой предприниматель, который задумывается о том, чтобы открыть себе международный бизнес, он должен себе ответить на два вопроса. Ну, типа, зачем и чтобы что. Вот, потому что если возьмем хайп Дубая, я тоже там много с предпринимателями общался, у меня там даже есть такой несостоявшийся опыт инвестирования, слава богу, в открывающиеся бизнесы. Вот, и часто же мы не можем себе, вернее, не мы, предприниматели могут себе ответить нормальный вопрос, зачем. И если ты честно отвечаешь себе, зачем, а для предпринимателя это, в первую очередь, прибыль, то у тебя вот этих галочек, которых ты можешь зеленых поставить, ну, достаточно мало набирается. Давай на примере Дубай, да. Я там тоже там инвестиции, не состоявшиеся в ребят по общепиту, они открылись и закрылись уже. Но что я первым, в первую, наверное, на вторую встречу, что я выявил, да. Я выявил, что ребята открывают себе просто, ну, то есть они уехали вынужденно, и они открывают себе просто вот, ну, место занятости. Понимаешь? Потому что на вопрос, типа, а зачем денег зарабатывать? Говорю, сколько? Ну, столько. Обоснуйте. Ну, откуда логика такая, почему столько? И тут начинается все. Им просто, условно, ничего делать, они еще создают себе пространство. Конечно. Ну, все же выехали там, условно, там, все поехали, вот это хай, все такие. И вот ты, когда отвечаешь на вопросы, зачем, если ты честно можешь себе ответить на вопрос, что до этого я просто как бы себе обеспечиваю жизнь, или вот как я открывал первый ресторан. Я достаточно поздно понял, что я первый в свой ресторанный бизнес, он у меня успешный, это был при продаже первому миллион долларов, там, заработанный, да. И я достаточно быстро понял, что я его открывал не ради денег, а типа кафе иметь престижно. 2007 год, там, 2000... Классно иметь свой ночной клуб и все остальное. И в этот момент у тебя появляется ночной клуб, так как мысли материальны, то, чего мы хотим, то и происходит. Вот. И мозг же глаз не имеет. Для него же вообще все происходит, все, что происходит, это по-настоящему. То есть мозг глаз не имеет. Он не может видеть. И, ну, хочешь кафе, на кафе. Хочешь ночной клуб, на кафе, ты теперь крутой, у тебя ночной клуб, классно. А ты денег хотел? Ну, что-то забыл пожелать. Это там где-то вот там, да, ну, типа условно. Вот. И когда ты фокусируешься на какой-то главной цели, то есть очень легко принимать решение. Типа, есть там деньги или нет в Дубае. Поэтому, если ты отвечаешь себе честно, если я ответил, что это просто моя самозанятость, наверное, я бы посоветовал пойти в най. И на этом моменте мы переходим к Блицу. Я буду задавать вопросы коротко. Ты отвечаешь желательно тоже коротко. И, что важно, досмотрите до конца. В конце будет розыгрыш, соответственно, конкурс. На то, на что мы договорились с Александром, там суперценно кайфу неете, поэтому досмотрите. Есть любимая цитата, сильно запоминающаяся, своя или чужая, которая вот легко вспоминается? В этой жизни всё просто. Вот. И самый большой обман в этой жизни о том, что, блядь, всё сложно. На самом деле всё просто. Вот просто я, кстати, максимальное количество раз, даже в день, я себе напоминаю о том, что в жизни всё просто. И нужно не усложнять. Не просто нужно. Это как бы, ну, ты можешь что-то пытаться усложать, вот, ну, в мире всё просто. Если ты кого-то обманул, тебе прилетит. Если ты, как бы, знаешь, как плохо относишься к жене, ну, или кому угодно, тебе прилетит. Вот. И всё просто. Вот, на самом деле, всё просто. Просто, а если хочешь результат, просто делай. Вот. У Оскара Хартман, кстати, есть хорошая книжка. Делай просто, просто делай. Вот. Потому что самое большое заблуждение в мире, самый большой обман, это то, что всё непросто. И мы же с детства это всё слышим. Всё непросто. Ну, типа, ты чего так просто? На самом деле, всё просто. Если ты этого по-настоящему что-то хочешь, ты, как бы, идёшь, добивайся, если ты не противоречишь законам физики. Ну, и законам РФ. Три лучших книги по бизнесу, саморазвитию, которые тебе помогли, сформировали, которые будут универсальны зрителям. Смотри, к книгам у меня особенное отношение. Вот. В разные периоды в жизни разные книги, как и фильмы, как и вот цитаты, тоже на самом деле. И если из последнего, ну, как бы, вот если из последнего, то я, конечно, сейчас много читаю про мышление, про изменения. Первое — это «Беседа с Богом». Вот. Достаточно простая книга. Вот. И потом я обожаю, каждому советую прочитать «Гроуд Майнсет». Это вот Карел Дуэк. «Мышление ростом». А еще, а еще, ну, опять же, от периода зависит. Я с удовольствием сейчас прочитал Достоевского. «Преступление и наказание». Для предпринимателя супер вообще. Вот эта там дилемма постоянная, потому что мы в детстве это не понимали. А дилемма постоянная, там, перейти черту, она же для предпринимателя сильно актуальна. Хороший фильм, чтобы отдохнуть вечером после работы. Слушай, давно не смотрел я фильмы, вот. Но я бы, наверное, из последнего, что мне запомнилось, это «Рецепт любви». Это из последнего. Такая мелодрама про шеф-повара. То есть вот мне сильно понравилось. Я ее прям в этот фильм в самолете смотрел. Самые сильные контакты в твоей телефонной книге? Можно без имен, но уровень регалий, должностей? Просто вот удиви нас, с кем ты знаком? У меня к этому вообще отдельные отношения. Я верю и вообще исповедую историю про капитализацию любой вещей, в том числе и не монетизацию контактов, а капитализацию, да. Это один для меня понятие. Опять же, я люблю, не люблю, а использую метод оценки. Вот, допустим, моя записанная книжка сейчас примерно где-то стоит миллиард рублей. Объясню, почему. Потому что это то финансирование на какой-то проект достаточно твердый я могу найти через свою телефонную книгу. Вот посмотрите на свои записи, а сколько вы можете найти финансирование, сколько стоит ваша записанная книжка? Прямо в деньгах. Именно с точки зрения не то, что вы можете продать, не монетизацию, а капитализировать. Привлечь. Привлечь, да. Посмотрите, есть ли у вас возможность, вот сколько, вот моя миллиард, время-тремень можно проверять эту историю. А другой подход проверить, это сколько вам могут одолжить. Вопрос. Ну, как бы, если вам что-то понадобится, да. Вот, это тоже вопрос. И с точки зрения нетворка, у меня очень богатый нетворк. По спорту я тренировался и в Америке, я знаком с несколькими чемпионами мира, лично, и в близких отношениях состою. из политиков я знаю несколько губернаторов, в том числе действующих близко. Вот, что еще? Ну, как бы, предпринимателей, ну, тут вообще я не хочу никого выделять, чтобы никого обижать, то есть, нетворк большой. Но из того, кто меня из последних поразил, вот, я летел в самолете вместе с Данилом Козловским недавно. И, короче, он же звезда, да, и меня очень поразило его отношение с его дочкой. Вот. Потому что, то есть, вот этот уровень отношений к своим детям вне зависимости от твоего статуса, да, и, как всегда, помните, когда говорил Майк Тайсон, он говорит, зачем тебе эти деньги, если ты не можешь своего ребенка забрать из школы? Да, вот у меня есть лайфхак, кстати, я свою дочку люблю забирать из школы, а не отвозить. Потому что отвозить это негатив, в школу, а забирать это позитив. То есть, у дочки все ее воспоминания с папой связаны, что ее забирают, а мороженое покупают и все остальное, а не в школу отвозят. Вот. И вот это отношение меня, вот, я прям наблюдал, кайфовал, вот, это ист последний. Главные привычки, ежедневные, еженедельные, которые помогают уровень энергии держать? Ранний подъем. Я прям практикую ранний подъем. Это не старость. 41 год, это как бы осознанно, это уже несколько лет. Это вот эта вот «Магия утра». Еще одна книга, «Магия утра» прочитать, обязательно. Супер книга. Вот. Обливание холодной водой, но не систематически у меня это, как бы, а так именно я специально, чтобы не привыкать, стрессом это делаю. Это супер заряжает. Ну, там, стандарты медитирую, зарядку делаю, обязательно. Зарядку делаю всегда, кстати. Зарядку делаю всегда, независимо, где я нахожусь. У меня есть вот такой прием, я должен в день 100 раз, аджаться 100 раз присесть. Если утром это не сделаю, я могу сделать это днем или вечером. Если в этот день это не сделаю, я в следующий день должен сделать 200. То есть, вот у меня в месяц на 3000 раз аджаться, 3000 присесть, независимо, где бы не было, позволять держать себя в хорошей физической форме. Саша, на этом моменте у меня вопросы кончились. Я, во-первых, хочу сказать огромное спасибо, потому что, как ты видел, по моей реакции, было много ценного. Уважаемые зрители, мы за кадром, Саша договорили, что он сейчас заходит еще в историю, что хочет распространять свои знания для предпринимателей, у кого есть запрос на тему инвестиций в плане привлечения в свою компанию, на тему продажи компании, у него будет оффлайн-тренинг в Москве, два дня, там, ну, то есть, экспертизу, я думаю, вы сами думали, люди, которые этим занимаются, кому-то актуально, вы понимаете ценность, и мы решили разыграть одно место. Что нужно? Просто пишите сейчас в комментариях свои какие-то мысли, выводы, инсайты, можно коротко, можно развернуты, главное, искренне, вот, что вы думаете о всем, что тут было, в конце обязательно этого комментария укажите свой ник, телеграмма, то есть, не номер телефона, вот эти буковки, которые идут после собаки. Мы с командой через неделю после выхода подкаста выберем, соответственно, одного человека, просто кто нам больше понравится. Я не знаю, какой принцип, вот кто нам больше понравится, мы выберем, скинем, соответственно, Александру, скажем, вот этот человек получает место на тренинг в Москве бесплатно, что будет, если человек не из Москвы? Ему нужно будет прилететь. Прилететь уж сами, да, ну, кстати, резонно, и важный момент для усиления вашего желания, чтобы участвовать в этом конкурсе, место на этот тренинг на текущую секунду стоит 300 тысяч рублей, это вот пока что минимальная цена, когда они еще продают без повышения, там потом будет выше, поэтому мне кажется, это очень серьезный шанс получить классный приз, поэтому прямо сейчас напишите, даже если не вы собираетесь участвовать, просто поддержите, мне кажется, это был суперценный выпуск, напишите, что думаете в комментариях, спасибо за просмотр, Александр, Саша, спасибо, что пришел, это было круто.